Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Ткачун Юлия. Я расскажу о новинке фонда дворца книги «Как писать книги» от Стивена Кинга. Стивена Кинга знают даже те, кто никогда его не читал. По его романам и рассказам поставлены десятки фильмов, а его имя уже давно-давно стало чем-то вроде знака качества для истории о неизведанном и ужасном. Но это, пожалуй, самое необычное из его книг. Здесь собраны ответы на накопившиеся вопросы его поклонников. Помимо абсолютного восторга читателей, книга была отмечена наградами Брэм Стокера и Локус, как лучший нон-фикшн. Изначально книга должна была состоять из двух частей — мемуаров и обмена опытом. Однако в июне 99-го года, когда первый черновик был уже практически готов, Кинга сбила машину. Ему пришлось пройти через несколько операций и долгий курс восстановления. Когда он вернулся к работе, то принял решение добавить еще один раздел по скриптам о жизни. Возьмите снова книгу с полки, если не трудно. По весу книги у вас в руках уже можно что-то сказать, не прочитав еще ни единого слова. Конечно, можно судить о длине книги, но это все не все. Речь идет об усилиях, которые вложил в свою работу автор, об усилиях, которые должен сделать постоянный читатель, чтобы ее воспринимать. Не то, чтобы толщина и вес книги говорили о ее качестве. Многие эпические повествования на самом деле всего лишь эпическая макулатура. Да спросите любого из моих критиков, и они тут же возрыдают о судьбе целых канадских лесов, изведенных на печать моей окрестницы. Наоборот, короткая книга не всегда легкая книга. Бывает, что короткая книга значит слишком легкая, но усилиями, серьезностью, с которой относятся к книге автор, определяет, хорошая она или плохая, успех или провал. Слова имеют вес. Спросите любого рабочего книжного склада или большой библиотеки. Слова складываются в предложения, предложения в абзаце, абзацы иногда оживают и начинают дышать. Представьте себе, если хотите, франкештейновского монстра на сборочном столе, и вдруг он озареет молнией с небес. Из крамного абзаца английских слов. Может быть, это первый написанный вами по-настоящему хороший абзац, такой непрочный и все же настолько полный возможностями, что вам самому страшно. Такое чувство должен был испытать Виктор Франкенштейн, когда мертвый, слышав мести человеческих запчастей, открыл водянистые желтые глаза. Боже мой, она дышит! Мелькает у вас мысль. Может, она даже думает, что же мне теперь делать? Конечно, переходить на третий уровень и начинать писать настоящую великлистику. А почему нет? Чего бояться? В конце концов, плотники не строят монстров. Они строят дома, магазины и банки. Что-то они строят из дерева, по одной планке, что-то из кирпича, по одному кирпичу. Вы строите по одному абзацу, составляя из своего словаря по собственным познаниям, грамматики и стилям. Пока вы ровно выводите этаж за этажом и доводите до ума каждую дверь, можете строить что хотите. Целые дворцы, если хватит энергии. Если мысль строить целые дворцы и слог, думаю, что есть. И читатели, унесенных ветром Маргарет Митчелл и холодного дома Диккенса меня поймут. Иногда даже монстр вовсе не монстр. И иногда он получается красивым, и повествование захватывает нас так, как никакой фильм или телепрограмма и мечтать не могут. Даже после тысячи страниц нам хочется не покидать мир, созданный для нас автором, расставаться с созданными им достоверными людьми. И после двух тысяч страниц тоже не хочется, если их две тысячи. Прекрасный тому пример Кольца, Толкина. Тысячи страниц про хоббитов было мало трем поколениям послевоенных любителей фэнтези. И даже если добавить неуклюжий, непослушный белок. Мы обсуждаем только самые основы приобретаемого умения. Но не согласны ли мы все, что иногда самые основы умения могут создать нечто, находящее далеко за пределы наших надежд. Да, мы рассуждаем об инструментах и плотницком деле, о словах и стиле. Но когда мы двинемся дальше, не забывайте, что мы говорим еще и о волшебстве. Не бывает плохих собак, как гласит название популярного учебника дрессировки. Только не надо говорить этого родителям ребенка, увлеченного питомцем. Есть шанс, что ваши слова забьют вам в глотку. И как бы ни хотел я ободрить человека, впервые пытающегося серьезно писать, я не могу солгать и сказать, что не бывает плохих писателей. Извините, но плохих писателей куча. Кто-то из них состоит в штате вашей местной газеты, обычно давая рецензии на представления местных театров или разглагольствуя о местных спортивных командах. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Автопиографичная книга о любви к своему делу и упорстве. В работе закрыты двери укращения внутренних демонов, о ящике писательских инструментов и крепких мышцах, чтобы его носить и раскапывать окаменелости сюжетов, а также о силе, которую может дать поддержку самого близкого человека. Кинг – мастер погружения. Неудивительно, что он так кинематографичен. Читать о том, какими средствами достигать такой результат, интересно и полезно. Рекомендую. Интересная книга для начинающих писателей. Если вы хотите стать писателем, это самая настоящая находка. Кинг все очень подробно рассказывает в своем стиле. Вы поймете, как формируется писатель, узнаете секреты этого непростого ремесла и найдете ответы на другие важные вопросы. Много читайте, много пишите. Великий Стивен Кинг решил поделиться с нами секретами своего мастерства. Данная книга и правда очень полезна. Больше всего меня поразило, что он приводил в своей работе правду для начинающих писателей, и, как оказалось, это правило другого великого писателя, Элмара Леонардо. Все препятствия, неудачи и критика сделали Кинга легендарным. Они сделали его сильнее и успешнее, и это очень мотивирует. Некоторые потом кровью прописали себе дорогу к домику на Карибском бережье, оставив за собой след бьющихся в судорогах наречий, деревянных персонажей и слизистых скользких страдателей залогов. Другие рвутся к микрофонам на открытых поэтических конкурсах, тусовках. Писатели образуют ту же пирамиду, которую мы видим повсюду, где действует людской талант и людское творчество. В основании плохие писатели. Над ними группа чуть поменьше, но все еще большая и доступная. Писатели грамотные. Такие тоже бывают у нас в местной газете или в местной книжной лавке и на эбоэтических вечерах открытого микрофона. Следующий уровень уже намного меньше. Это писатели по-настоящему хорошие. Над ними почти над всеми нами. Шекспиры, шоу и другие. Это гении искры божьих, одаренные в такой степени, что нам даже и не понять, не говоря уже достичь. Черт возьми, даже гении редко могут понять себя до конца. И многие из них ведут жалкую жизнь, понимая, что они просто удачные уродцы, вроде манекенщиц на подиуме. К самому сердцу этой книги я приближаюсь с двумя тезисами, и оба просты. Первый заключается в том, что хорошее письмо состоит из овладения основами. Это словарь, грамматика, элементы стиля и наполнение третьего уровня ящика нужными инструментами. Второй утверждает, что хотя нельзя из плохого писателя сделать грамотного, а из хорошего писателя великого, все же тяжелая работа. Все же тяжелая работа, усердие и своевременная помощь могут сделать из грамотного писателя хорошего. Боюсь, что эта мысль будет отвергнута массами критиков и толпами преподавателей письма. Из них многие в политике либералы, но в своей области консервативнее раков. Люди, которые выходят на улицу в маршах протестов против недопущения афроамериканцев или коренных американцев. Даже если писатель поднимается в оценке одного-двух влиятельных критиков, от своей прежней репутации ему не избавиться. Как почетней замужней даме, прижившей в ранней молодости незаконного ребенка. Есть люди, которые никогда не забывают. Вот и все. И добрая часть всей литературной критики служит только укреплению кастовой системы. Столько же древней, сколько и породившей ее интеллектуальный снобизм. Критики, пытающиеся подняться над этим интеллектуальным окостенением артерий, обычно имеют ограниченный успех. И коллеги, может, и примут в компанию великих, но место ему отведут в самом конце стола. И всегда будет слышен шепот из тех, из имакулатурщиков. Знаете, вполне прилично ведет себя для одного из этих. Правда? А вы знаете, что он писал для «Черной маски» в 30-й? Да, прискорбно. Даже Чарльз Диккенс Шекспир романа получал критические пощечины. За сенсационность тем, за радостную плодовитость, когда он не создавал романы, то создавал детей со своей женой. И уж, конечно, за успех у широкой читающей публики своего нашего времени. Критики и профессора всегда относятся к успеху и у публики подозрительно. Часто эта подозрительность оправдывается. В других случаях она используется как повод не задуматься. Никто не бывает так умственно ленив, как по-настоящему умный человек. Вы дайте умным людям хоть половинку шанса, и тут же, как по команде, суши весла. Они начнут дрельфовать в сны о Византии, можно сказать. И потому, да, я ожидаю, что меня обвинят в протаскивании безмозглой и самодовольной философии Горацио Элджера, в защите моей собственности куда как сильным, подчиненной репутацией и в подстрекательстве людей, которые просто не нашего круга, старина. Подавать заявление на выступление в местный загородный клуб. Думаю, это я переживу. Как писать книги словно разговор по душам, который приятно вспомнить и который дает хорошую мотивацию. Автобиография дает возможность проследить путь становления писателя, понять, как он начинал творить и с какими проблемами сталкивался. После этого совет воспринимается проще, потому что есть понимание, откуда они вообще взялись и как Кинг к ним пришел. Советы дельные и достаточно простые. Кинг рассказывает о стиле и стилистике, о построении диалогов и раскрытии персонажей, а также об идеях и их реализациях. Профессиональный совет – вещь ценная, особенно когда он получен от успешного и знаменитого мастера своего дела. Как получить совет от самого Стивена Кинга? Просто прочитать его произведение «Как писать книги». А найдете вы его в центре чтения Дворца книги. А вы читали Стивена Кинга? Делитесь в комментариях.